Всем привет! С вами снова Технокухня. Самый желанный сокет 1155. Именно под него компания Sapphire выпустила новую системную плату. Плата Z77K, несмотря на приставку Platinum, образец бюджетности. Заплатив 150 долларов, пользователь получит материнку с умеренным разгоном процессора и возможность реализовать бюджетный Crossfire. Впрочем, видеокарту на первоначальном этапе можно и не брать. Как правило, все процессоры под сокет 1155 имеют встроенное ядро, а тут аж 4 видеовыхода на все случаи жизни. HDMI, DisplayPort, DVI и VGA. Странным образом, всего 6 USB портов, из которых только 2 USB 3.0, зато сразу 2 гигабитных LAN. Может именно в этом заключается платнымность? 6 SATA портов и только 2 из которых версии 3, но почти полная бюджетность. Хоть SATA кабелей с защелками под каждый порт не пожалели. Можно видеть, как небрежно реализовали разъем дополнительного питания. Его наверняка будет невозможно подключить в случае нижнего расположения блока питания. Если разобраться, он собственно и не нужен. Вряд ли кто-то будет собирать 3 видеокарты, зная, что 4 порт будет в этом случае 4 скоростной. Так что доп. питание для галочки. Два акселератора подключаются по схеме 16x, 8x и в принципе даже для топовых карт пропускной способности хватит. Сами графические порты версии 3.0, тут не подкопаешься. А что есть приличного на плате? Кнопки сброса BIOS, Reset и Power, переключение на второй BIOS, табло с посткодами. Все это удобно. Воспользовавшись внутренними USB коннекторами, можно подключить до 8 внешних устройств. И это говорит нам о том, что данная плата лучше подойдет не только для геймера, но еще и для мультимедиа компьютера, в случае если собирается полноразмерный корпус. Выведя наружу 6 USB портов, картридер, можно легко подключать различные устройства, манипуляторы, джойстики, карты памяти. Один из внутренних портов можно приспособить под планку с комплекта с двумя USB 3.0, которую можно установить либо в лицевую панель корпуса, либо в один из слотов расширения на задней панели. Внешне плата вам вряд ли чем-то запомнится, даже радиаторы выполнены без украшательств. Впрочем, сторонникам эффективности и минимализма это понравится. Для них это рабочая лошадка, а не предмет интерьера. Компьютер порадует хорошим разгоном процессора. К примеру, Intel Core i5-2500K разгоняется с 3,7 до 4,5 ГГц. В биосе есть все необходимые инструменты для оверклокинга. В наличии преобразователь питания с 10-фазной схемой и 25 конденсаторов. С другой стороны, максимальная стабильная шина БАЗ-106 МГц, чего может не хватить с некоторыми процессорами. К примеру, Intel Core i7-2600K упирается частотой в 4,7 ГГц, хотя способен с более удачной матерью достичь 5 ГГц. Впрочем, от бюджетки рекордов в разгоне мы и не ждали. В наличии целых 6 разъемов для подключения вентиляторов, причем большинство из них можно посадить на ручное или автоматическое управление оборотами через биос. Максимальный объем памяти в 32 ГБ говорит о поддержке платы модулей объемом 8 ГБ. Поддерживается частота до 1600 МГц. Кому же мы посоветуем эту плату? В принципе, можно собрать игровую машинку с одним или двумя акселераторами. Во втором случае, только с AMD-картами. SLI официально не поддерживается. Мы же посоветовали бы данное решение для продвинутого мультимедиа-центра, когда система собирается в ATX-корпусе. Четвертое применение. Бюджетная система под вырос. Для начала купить простенький процессор, видео использовать встроенное. Затем сделать апгрейд на мощный процессор, купить видеокарту, потом вторую. Такой была системная плата Sapphire Z77K Platinum. А с вами была Арина, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok